Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Я как-то рассказывал несколько историй о взаимоотношениях подростков в коллективе, в школе. Иногда бывают конфликты между мальчиками и девочками, иногда другие. И вот по этому поводу рассказывает зритель канала Наталья. У нас вообще девочки били мальчиков. Девочки были лосихи и намного больше мальчиков. Но правда мальчики у нас были все как на подбор, из очень хороших семей. Наверное повезло, они, мальчики, даже не могли подумать о каких-то шалостях. И вот что самое интересное, меня всегда поражало, что мы их колотим, ну по-детски конечно, а они даже и думать о месте не думали. Хотя и портфелем по голове их, и вещи все их разбросаем. Ужас, что девочки творили. Но мальчики как один, молча и скрупулезно с нами мирились. Хотя у нас был классный руководитель мужчина, и он всех держал в ежовых рукавицах. Спасибо и ему, и родителям всех мальчиков. Ну, мое мнение, я считаю, что мальчики поступали правильно. С девочками лучше не ссориться. Многолетний жизненный опыт это подсказывает. Еще хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной очень давно в школе, еще в начальных классах. Это был, по-моему, второй класс, но я был совсем еще маленький. И вот помню, в то время у нас было очень строго с тем, чтобы парты наши, за которыми мы сидели, сейчас, наверное, их уже нету таких, они были очень красиво, очень чисто покрашены, как бы не белой краской. То есть их нам запрещали пачкать. Ну, чтобы там, не дай бог, кто-то что-то начеркал там на парте. Были какие-то там, я не знаю, газетки подстилали, если какие-то работы проводились там за партами и так далее. То есть очень строго следили, чтобы парты были чистыми. Каждый сидел на определенном месте, как правило, рядом с девочкой, и я тоже. И вот в ту пору, сейчас странно даже вспомнить, нас учили правописанию перьевыми ручками. То есть вот такие ручки обыкновенные, с металлическим пером, были чернильницы. В чернильницу макаешь вот эту ручку с пером, и аккуратненько, каллиграфически мы тренировались писать. Считаю, что это очень помогало. И до сих пор, кто тогда учился, пишут более или менее разборчиво. А кто сейчас учится писать, сразу шариковой ручкой. У них зачастую ничего не разобрать, что они пишут. И вот были вот эти чернильницы с чернилами. И что-то мы там делали. И вот в один не очень прекрасный для меня день, посредине занятий, уже началась перемена, что-то я начал поправлять, то ли учебники, то ли тетрадки на парте. И поскольку никогда не отличался особой аккуратностью, я прокинул свою чернильницу. А прокинул чернильницу и прямо на парту. Там образовалась вот такая вот лужа большая, страшная. А следили за этим очень строго. Если кто-то там кляксу поставит или черкнет, ну, как-то за это ругали. Ну, наказывать, конечно, не наказывали, но все-таки замечания делали. А тут такая история, такая огромная лужа вот этих ужасных темно-синих чернил. Я как увидел, ну, даже сейчас помню, мне стало даже нехорошо, но думаю, сейчас меня будут ругать и все такое. Ничего мне не придумал, что взял, так немного прикрыл эту огромную такую лужу чернил и сижу, не знаю, что делать. И вот моя соседка, девочка, ну, увидела меня, что я как-то сижу и видит, что у меня вид какой-то такой, ну, совсем. Ну, не то, чтобы испуганный, ну, как я не в себе. А я сижу, не знаю, что делать. Прям расстроился очень сильно. Сижу, ну, просто в полной панике. Она говорит, что случилось? Почему у тебя вид такой? Ну, я говорю, да ничего, вроде пытаюсь отговариваться. Она как глянула на мою парту и, видимо, с краешку было все равно видно. А что, говорит, у тебя такое? Я говорю, ну, вот так и так. Расстроился. Я ей так буркнул, говорю, вот не знаю, что делать. Сейчас меня отругают и вообще не знаю, за родителями отправят. И такое безобразие, такая лужа. И тут вот эта девочка, да и все другие повели себя, ну, я не знаю, считаю, тоже очень хорошо. Я сижу в полной панике. И вот она позвала своих подружек и они прибежали, их буквально человек 5-6. Прибежали, ну, как говорит, давай, меня отстранили. Выгнали из этой парты, убрали все с нее. Аккуратненько чернила собрали какой-то тряпочкой сначала, но все равно там пятно очень сильно осталось. Ну, к счастью, чернила не успели сильно впитаться. Принесли каких-то порошков. У них, наверное, были с собой там. Или какое-то мыло там что-то. Давай шоркать какими-то тряпочками. И, короче, перемена была, ну, я не знаю, сколько, но, может, минут 10. И вот за эти 10 минут практически вот это вот огромное черное пятно было ликвидировано. Протерли начисто всю мою парту, помыли и даже следа не осталось. Я стоял, наблюдал, меня к работе не подпускали и был просто поражен. Ну, конечно, моей благодарности меры не было. Я очень их, конечно, всех поблагодарил, очень смущался, стеснялся. Ну, как мог, так и сказал им большое спасибо, что, дескать, ну, действительно, выручили, а то я растерялся и не знал, что будет. Но они виду не подали, что им это приятно. Поругали меня. Пусть, думаю, ругают. Лишь бы учительница потом мне в дневник двойку не закатала за поведение какое-нибудь. И вот начался следующий урок. Пришел учитель. Следили за чистотой парт. Посмотрели. Парт у всех чистый, у меня в том числе. И все кончилось благополучно. И вот прошло очень много лет. И вот до сих пор вспоминаю вот эту вот дружную компанию девочек, как они мне пришли на встречу и очень выручили. Тогда мне казалось, что произошла трагедия просто. Ну вот, общими усилиями все это было устранено и закончилось очень хорошо. Вот поэтому я с тех пор всегда ценю и девочек, и весь женский пол. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.